С самого утра на месте событий, вместе с тобой, Олег, работала наша коллега Валерия Никипелова. Она осталась дальше, ты приехал на эфир, да, чтобы освещать все события. Лера сейчас будет к нам тоже включаться в прямой эфир и расскажет, что сейчас там происходит. Валерия Никипелова, здравствуй, Лера, рассказывай подробности. Да, действительно, под звуки мощных взрывов и в кублах пепла и дыма проснулись сегодня киевляне. И все это из-за прилетов российских ракет по украинской столице. За моей спиной вы можете видеть жилой дом. Все с седьмого по девятый этаж этого дома разрушено. Кроме того, здесь было масштабное возгорание площадью около 300 квадратных метров. Прямо сейчас на месте работают десятки единиц техники и сотни людей личного состава. Это как медики, как и полицейские и, конечно же, специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели. И они делают все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней. Давайте послушаем, что говорят спасатели. Ситуация контролируемая в этих условиях, в которых это возможно. Оперативно реагируем, делаем максимально, что можем и даже, что не можем. Дай бог нам со всем этим разобраться. Смерть одного жителя этого дома уже, к сожалению, подтвердилась. Погиб отец семилетней девочки, которая сейчас находится в детской больнице Ахмадет. А ее мать была доставлена также в одну из киевских больниц. И благодаря спасателям удалось узнать, что мать этой семилетней девочки, девочки, на самом деле гражданка Российской Федерации. Таким образом, российские войска в украинской столице убивают не только украинских граждан, но и своих граждан, россиян. Студия. Лера, еще очень хочется, чтобы ты показала наочно, понимая, что некоторые кадры нельзя показать в силу информационной безопасности, но по возможности попроси оператора, пожалуйста, и проведи такой небольшой экскурс. Покажи разрушение, покажи, как сейчас работает техника. Возможно, уже можно зафиксировать, как вытягивают из-под завалов людей, которые выжили, которые пострадали. Пожалуйста. Давай мы сейчас с тобой пройдем и покажем немножко разрушение, которое мы сейчас можем видеть. Разрушение, как я уже говорила, с седьмого по девятый этаж. Кроме того, в доме не осталось ни одного целого окна и ни единственной целой двери. Конкретно в данный момент мы не видим, как опускают пострадавцев и как опускают осколки этого дома, но буквально около пяти минут назад спускали жертв с помощью специальной техники. Это делали спасатели. Если мы повернемся немножко дальше, мы можем видеть две машины, которые просто в этот момент увозят пострадавших. За ними находятся кареты скорой помощи. Около пяти минут назад вот той самой женщине, которая оказалась гражданкой Российской Федерации, там предоставляли первую медицинскую помощь. Поэтому ситуация остается острой. Сколько людей еще под завалами точно сказать, пока не удается. Лера, спасибо тебе огромное за то, что держишь нас в курсе. Береги себя, пожалуйста, и о последних новостях нам сообщай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!